Афганш Пантера-унция, белый леопард, ирвис, илбирс, снежный барс. От Якутии до Японии и Афганистана, от Монголии до Бадахшана и Тибета, в фольклоре любого азиатского народа живут легенды об этом самом высокогорном хищнике из породы крупных кошачьих. Многие народности Алтая до сих пор верят, что их прародителем был снежный барс. Символ силы, благородства и власти, легендарный образ украшает гербы национальных образований, областей, городов, спортивных команд. Но насколько частое упоминание барса среди людей, настолько же редкие встречи с ним в дикой природе. По данным Всемирного фонда дикой природы, общая численность снежного барса в природе оценивается от 3 до 7,5 тысяч особей. Из-за труднодоступности мест обитания и скрытного образа жизни, оценки основываются только на экспертных заключениях и являются ориентировочными. Несомненно, одно – снежный барс исчезает. Всемирный форум по сохранению снежного барса примет Бишкекскую декларацию по сохранению снежного барса. Перед этим вы знаете, что эксперты и главы природоохранных ведомств уже встречались в Бишкеке. И каждая страна разрабатывала свою стратегию и планы по реализации этой стратегии по сохранению снежных барсов. Я думаю, на Всемирном форуме будет разработана единая стратегия, которая будет обобщать все эти страновые стратегии и планы. И найдем точки взаимодействия с нашими соседями, у которых тоже имеется снежный барс. И думаю, всем сообществам мировым мы достигнем наших целей по сохранению и увеличению численности снежного барса. Несмотря на то, что барс запрещен к ловле и промыслу во всех 12 странах своего обитания, браконьерство все еще остается основной угрозой. Более 90% животных в природе гибнет от рук браконьеров. Еще в середине прошлого века за шкуру барса давали двух баранов, а зато луп и шапку-малахай – лошадь. Сейчас на рынках Азии стоимость шкуры доходит до 60 тысяч долларов, а контроль соблюдения правил охоты в горных районах крайне сложен. Но не только охота на самого барса сокращает его численность. Большое значение имеет и общее снижение поголовья других животных – горных козлов, архаров, кабанов, сурков. Обеднение фауны гор заставило хищника менять места охоты, тратить больше времени на добывание пищи, чаще встречаться с человеком. На территории бывшего СССР наибольшая популяция снежного барса находилась в Киргизии. И именно здесь научная и охотничья общественность первой забила тревогу. И в 1958 году в республике была запрещена охота на барсов. Возросшая населенность горных районов, горнорудные разработки, развитие транспорта и увеличение поголовья домашнего скота. Эти причины оказались тяжелым прессом, негативно влияющим на численность барса. Глухие районы гор стали доступными для человека. Многочисленные туристические группы и охотничьи туры с использованием авиации ведут к сокращению кормовой базы барса и ареала его обитания. Кроме того, основной корм барса – дикие копытные – сразу же покидают пастбища, как только приходит туда домашний скот. Дикий капитализм и свободные рыночные отношения стали тяжелым временем для дикой природы. Отсутствие финансирования природоохранных структур, почти бесконтрольная охота, браконьерство, контрабанда, коррупция правоохранительной и судебной систем привели к тотальному истреблению дикой фауны. Такая ситуация не могла не привлечь внимания людей, неравнодушных к судьбам своей страны и международной общественности. На инициативе Эмильчевского военного кинеша и старчат из Таштого Государственного заповедника в этом году впервые в Крепестане провели экологический фестиваль земля Снежного Баса, где активно принимали участие все населения села Эмильчев, пограничники, общественные и государственные трудоохранные организации. Охрана дикой природы – это системный процесс. С 1996 года Снежный фонтик и природа начал свою деятельность с разработки неотвожных мер по сохранению биологического разнообразия страны. И 2003 по 2006 год разработал экологическую сеть стран Центральной Азии, который был утвержден на заседании Международной комиссии по устойчивому развитию. При поддержке наших голландских доноров 2009 года начали модельное создание экологических сетей в Центральном кинешане. Основными компонентами которой являются существующий заповедник Сарчат и Ташки, существующий заповедник, планируемый природный фаст Хампенгри, микрофонными коридорами, которые являются охотничьи хозяйства и ясными хозяйствами между этими двумя крайнями территориями Центрального кинешана. Сарычат и Рташки государственный заповедник был создан в 1995 году на площади 72 тысячи гектаров, а в 2012 его территория расширена более чем в два раза. Жесткий запрет на охоту и высокая ответственность персонала привели к тому, что на территорию заповедника стали стекаться разрозненные стада козерогов и баранов Марка Пола, приходят кабаны и косули. Здесь вольготно себя чувствуют зайцы, сурки, редкие горные индейки улары, куропатки кеклики и прочая живность. Сейчас в заповеднике насчитывается 2600 голов архара и более тысячи козерога. Вернулся и барс. По данным мониторинга в заповеднике и прилегающим к нему территориям обитает порядка 20 особей. В одном только ущелье Соломо на конец лета 2013 года зафиксировано 4 барса. Это самка с годовалыми котятами, которых барсы воспитывают до двух лет. Работа заповедника по сохранению барса проходит при поддержке со стороны Всемирного фонда дикой природы. Сотрудников снабжают обмундированием, техникой, средствами наблюдения и связи, фотоловушками. Благодаря этой поддержке ведется не только охранная, но и научная работа. Снежный барс – самый малоизученный вид из семейства крупных кошачьих, и любая работа по его исследованию бесценна. Все следы присутствия барса, его метки, поскребы, экскременты тщательно фиксируются и изучаются. Барс периодически обходит свои участки по одним и тем же тропам, и фотоловушки фиксируют достаточно редкие кадры. Удивительно, но скрытность и осторожность барса сочетаются с крайним любопытством. Заметив ловушку, барс попытался с ней поближе познакомиться. На этот раз прибор отделался легким испугом. Для наблюдения копытных животных сотрудники заповедника используют радиоошенники и нетравматические ловушки-петли. Но охрана мест обитания барса – это только одна сторона медали. Очень важна работа с населением. На Тиньшане было широко распространено мнение о том, что снежный барс – очень вредный для животноводства зверь. Охота на него в ряде районов была разрешена в течение всего года и всячески поощрялась. На самом деле, на домашний скот барс нападает в случае крайней нужды. Да и сейчас уже не актуален этот вопрос – насколько полезен или вреден Ирбис для животноводства. Необходимо спасти это прекрасное животное от исчезновения, сохранить его для наших потомков как уникальный биологический вид. Опыт охраны угодий и животных в некоторых зарубежных странах свидетельствует о том, что надлежащий эффект может быть достигнут при групповом надзоре, при вовлечении общественности. Для защиты снежного барса создана у нас комиссия местного населения. Там у нас пять человек, два егера и два старейших наших населения. И я сам лично там руководствуюсь. Проводим мы рейды по своему сыртовому зону. Проводим объяснительные работы с населением, чтобы они защищали дикие природы. Чтобы меньше было браконьерства, в дальнейшем у нас будет природный парк диких животных. И будем в дальнейшем сотрудничать с нашими партнерами. Для предотвращения фактов браконьерства начата систематическая образовательная работа с местным населением и пограничниками. Чтобы сократить случаи отстрела и поимки снежного барса, жители сел Акширак, Нылчек и Каракол привлекаются к охранным мероприятиям. Например, они собирают расставленные браконьерами капканы. Инициируется деятельность, благодаря которой население может получить альтернативные источники дохода. Стимулируется развитие народных промыслов. Для повышения осведомленности местного населения о проблемах снежного барса проводятся информационные кампании. С 2013 года появился еще один донор, поддерживающий эту деятельность – Юсаид – Всемирный фонд дикой природы США. Ну вот у нас, например, на территории Сарчат-Аташко-заповедних в настоящее время где-то насчитывается около 20, может быть, 22-23 барса. Это такое гнездо, от которого пойдет уже дальнейшее расселение, размножение барса. И население, конечно, участвует в этом. Это села ИНЦЕ, как Ширак, активно. Мы с ними работаем, оказываем всякую помощь, и они в то же время оказывают нам. Поэтому я считаю, что без населения никакой охраны не может быть. Не только барса, да вообще ничего. Ни той же воды, ни той же земли, ни тех же газирогов, ни тех же архаров. Только вместе с населением мы можем справиться. И тем более сейчас поддержкой нашего правительства. В России при поддержке Всемирного фонда дикой природы уже более 10 лет действует стратегия сохранения снежного барса. В Кыргызстане подобная стратегия была принята в прошлом году и реализация ее – дело ближайшего будущего. В Международной Красной книге снежному барсу присвоена высшая охранная категория, как одному из самых редких животных в мире. Ирбис – обитатель высоких скалистых гор Средней и Центральной Азии, живущий на высотах от 1 до 6 тысяч метров над уровнем моря. Он олицетворяет собой суровую, но прекрасную природу высокогорья и может служить своего рода показателем сохранения всего этого уникального животного мира. Высоко-высоко в горах В наших горах Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok